Итак, дорогие друзья, здравствуйте! С вами Валерий Бурсыновский. Мы продолжаем курс разработки на Python и других языках. Опираемся мы на практику и в первую очередь за основу. За основу мы берем код. За основу написания кода мы будем брать проект Рассела Кейта Маги, пчелиная посуда. Нас будет интересовать здесь устройство проектов, так как данный человек является одним из президентов Джанго. Я компетентен в любых частях кода Джанго. Джанго сложнейший проект. Почему у данного человека и надо учиться, я считаю. И если взять проект пчелиная посуда, то смысл проекта в том, что человек, однажды написав код, потом может его проверить, сделать графический интерфейс, сделать мобильный интерфейс. Ну, в общем, такое. Но нас будет интересовать вообще структура кода, как ребята под руководством Кейта Маги, иногда называют Кит Маги, по-разному, организуют код. Но до этого надо дойти, потому что мы опираемся на начало. На ютюбе я начал серию лекций, код весь у нас в школе в группе, но, тем не менее, как оказалось, не всё так просто. Вот уже сколько видео набралось. Да, первое видео, если вы новичок, сейчас скажу для новичков, что первое, то, что надо вам посмотреть, это как стать программистом. Длинное видео, это ссылка на статью, где я объяснил, как правильно изучать язык в три этапа. Не язык, а языки. Чтобы было представление. Я дам ссылку на это видео. Сразу я буду их сохранять. Следующее, что нас сейчас интересует, это тоже видео, привязанное к статье. Разработка на Python. Абстрактные классы, интерфейсы, декораторы и миксины. Очень большая статья. Значит, откуда она взялась. Да, тут немножко код, наверное, переписать, потому что вот так. Ну, код здесь совершенно не важен. Сейчас важна теория. Почему? Сразу добавляю на саму статью ссылочку в описании. и ссылочку на другие статьи, которые просто вам понадобятся. Внизу статьи, ребята, что самое важное, внизу статьи, это с чего начать новичку, то есть у вас должен быть доступ пожизненный к этому сайту, там, и котлин. Это однозначно. В этом система изучения языков. Почему? Чтоб вам было проще, добавлю еще одно видео, с которым вы поймете, как есть конкретно изучать вообще языки. Зачем изучаются два языка, и так далее, и так далее. Это важная вещь, которую надо понимать. Без них вы никуда не сдвинетесь. И также ссылку на весь этот лист. Посмотрите видео, как вам здесь нравится. Плейлист. Сейчас перейдем конкретно к делу, но сначала хотел немножко предыстории. Я говорю только сейчас, в данный момент, о своей школе. В школе было и есть обучение с нуля. Значит, становились на ноги ребята, становились, то есть развития, да, где мы работаем с ООП, работаем более глубоко там с разными методами, например, магическим методом с двумя нижними, подчеркиваю, но много с чем работаем. Работаем с функциями. В принципе, я рассказал вот в том виде, который дал, да, вы поймете, когда у вас в голове будет как работать со школой, как вам работать с языком, вы это, вы языки, не языки, языки изучите быстрее намного. и вот тут интересный. На самом деле, когда смотришь код в интернете, то узнаешь много интересного. По сути дела, большинство, не большинство, а очень много ребят даже в общем толком не представляют, что они пишут, зачем это пишут. По одной простой причине у них расходится техническая часть языка с их мозгом. И поэтому я понял, что надо вообще-то, чтобы люди в жизни видели, да, вот этому посвятил эту статью. Потому что, когда мы начали готовиться к разработке, а какова наша цель Сергеем, да, когда вот начали разрабатывать, цель такая, то есть человек должен написать логику, сложную, сложную логику предприятия, разместить его на сервере и написать мобильную часть, сделать так, чтобы все эти проекты обменивались между собой информацией, допустим, при помощи Джейсон, то есть понимали друг друга и работали, да, потом мы усложнили немножко задачу и начали готовиться к написанию грубо говоря фреймворка. Но когда приступили к самой разработке, то оказалось куча вопросов. И вот тут у меня созрела мысль сделать хороший подробный курс как научить человека разрабатывать. А ведь действительно, как? вы знаете, я много лет вообще работаю над системой обучения языкам, да, в принципе, неплохо у меня получается, люди становятся на ноги, часть людей устраивается на работу, кто-то просто кому-то нравится делать свои проекты. Но когда касалось разработки, при этом, ребята, я не имею ту разработку, допустим, там взял, там изучил Джанго, написал сайт. Я имею разработку ввиду вообще каких-то проектов с нуля. И вот здесь, оказывается, таится куча подводных камней. Вот здесь начинает вылазить всё недопонимание, которое, в принципе, легко видно, легко поправляется, но на этапе разработки уже нельзя что-то понимать примерно, да, надо чётко понимать. Почему? Потому что это уже очень чёткие задачи. И здесь оказались сложности. Наконец-то такие, работая, ну вот, записал кучу разных видео, работая, мы, наконец-то, вывели первый пункт, к которому стремились, что, по сути дела, первое, что должен сделать разработчик, это, прочитав техническое задание или выслушав клиента, сообразить для себя, каким способом он всё это будет реализовывать. То есть, по сути дела, понять для себя, что он будет, то, что ООП, это однозначно, да, потому что по-другому сложные вещи, это писать довольно сложно. То есть, выбрать свой стиль, что она пишет основное, где и как будут использовать декораторы, где будут использовать миксины и так далее. А где будут использовать абстрактные классы, а где будут использовать интерфейсы. И вы знаете, в чём я убедился? Убедился я в следующем. В интернете находишь кучу информации в пять строк отличия абстрактного класса от интерфейса. Начинаешь копать дальше всё. Затык. Затык. Не мой. Я вот мы идём к этому и мы добьёмся. Я вижу, что я сейчас опираюсь на Сергея, да, а за ним уже подтягиваются другие ребята. И мы добьёмся очень чёткого понимания, да, и реализации в коде. И я вижу, что Сергей двигается очень быстро. мы, когда сначала занялись проектированием, вот я перед этим проектированием я уже сейчас не буду смотреть в других уроках, потому что оно у нас меняется правильно, потому что у Сергея меняется постоянно понимание. То есть я его подталкиваю только к одной стороне, только к второй, в конце концов меняется наш код. Последнее домашнее задание было такое. Я сказал, что мы 30-60 дней будем работать с миксинами, с декораторами, а именно чёткое понимание целей миксинов написания в коде, чёткое понимание целей декоратора написания в коде. Не забываем про метод супер и описание логики. Пока мы не цепляем никакой интерфейс, ничего. Пока просто хочется очень чёткого понимания. Но что плюс? Серёжа и его код становятся осмысленнее и осмысленнее. Уже вижу, наконец-то начал писать, пишу класс и функции миксин декоратора для блока адрес. Ну, то, что он сделал правильно. Вот есть предприятие. Он первое, что сделал правильно, он не стал бросаться на всё предприятие, а пока взял что? начал слона есть по кускам, взял блок адрес, правильно, и начал пытаться его реализовывать. Тут где-то возможно я немножко добавил соли и сказал, что да, основная задача работать с миксинами и с декораторами, но тут явно вижу, Серёга переусердствовал, то есть по сути дела, и что и было написанием статьи, которая относится это видео, а сейчас самой сути. Я посмотрел код Серёжи, он в данном случае на миксин отдал логику, и я не говорю правильно, неправильно, плохо, неплохо, я хочу довести Серёжу до того, чтобы Сергей и другие ребята потом открыли код кита-маги, да, посмотрели нутро, а как он использует миксины, а как он использует декораторы, потому что до этого мы смотрели нутро джанга, оно очень сложное, да, но тем не менее там он в концепции разобрался и увидел, что допустим джанга написано на метаклассах, на метаклассы я сейчас откладываю, если мы сейчас залезем в метаклассы, то это будет писец, какая разработка, когда мы грубо говоря сейчас плаваем между интерфейсами и абстрактным классом, и вы знаете, очень трудно, когда начинаешь задавать действительно вопрос, а чем отличается, вот я написал статью, объяснил на примеры мужчины и женщины похода в магазин, на самом деле в чём суть статьи, ребята, да просто-напросто надо научиться эти вещи видеть в жизни, ведь язык это не сам по себе, потому что как только видишь в интернете ляха-муха, одни сделают замудрённые формулы, и сами не понимают, и кругом не понимают, умно, красиво выглядит, другие сделают некие примеры, которые в принципе вообще всё путают, но говорят, вот это вот абстрактный класс, а вот это вот у нас интерфейс, вот и всё, а чего охрен его знает. так вот, давайте ближе к нашим баранам, ребят, ну ведь всё банально просто, ну блядь, ну говорил же, ну как только видите, что человек пишет сложно, значит, он не знает, как объяснить, ваша задача начать видеть в жизни, потому что пока для вас язык нечто стороннее, вы его не выучите, хоть бы и учили, ребят, да научитесь вы в жизни, вот я дал вам задание в этом, понаблюдать за своей женой, сестрой, матерью, и потом расставить, вот здесь логика у неё абстрактного класса, вот здесь у неё логика интерфейса, вот здесь она использует декоратор, вот здесь она использует миксинг, ну и давайте теперь немножко, Серёж, теперь и вам, и другие ребята, я сам Сергею показывал, что есть фреймворки, которые полностью построены там на декораторах, да, но я хочу, чтобы вы решили, вот я хочу, чтобы вы прочитали статью, я увидел, увидел, во-первых, что хорошее, то, что я вижу, что вы уверены увереннее начали писать декораторы, то есть это я увидел, Серёж, молодец, я чётко вижу здесь, что вы чётко понимаете, что декоратор, то есть его цель, это изменение поведения функции, или метода, это я увидел, всё, здесь вы уже уцепились зубами, вам понятно, я вижу, вы уже с большим энтузиазмом описываете, уже вижу, что понимаете, декоратор оборачивает функцию из пятью параллель, возвращает её значение как объект Pandas Series, переназначен для ад адреса, ад адрес 3, здесь я вижу, да, молочина, то, что, то, что начали, есть, взяли блок адрес, вообще умница, то есть начали, в принципе, надо с чего-то начать, отлично, взяли адрес, потом возьмём пользователей, потом уже будем как-то стыковать, ну, по крайней мере, описывать, вижу, что разобрались, что такое миксины, и тут Остапа понесло, и тут Серёга, да, это ему понятно, потому что при помощи миксина можно сделать многое, ему понравилось, его понесло, понесло, и всё, бац, смотрю, логика, на миксине, Серёж, я не буду говорить, правильно это или неправильно, а вот я хочу, чтобы вы прочитали статью и всё-таки переписали этот код, нет, ну, правильно, каждый как себе придумает, вот вы решили сделать так, может быть, и есть такая ситуация, когда надо внести, вот, чтоб данная функция могла дополнять и адрес, но с другой стороны, ну, давайте подумаем, давайте подумаем на такую вещь, простой, что такое миксинг? Миксинг – это примесь, то есть нам надо принести действие, здесь я вижу, что вы развернулись, и вся логика. Ребят, кто программист из других языков? Сейчас не смотрите на простоту, всё это я вижу, ну, ко всему дойдём этому, то есть завернём интерфейс, сделаем не так, как делает Серёжа, кастомное добавление полей, не в этом сейчас суть, сейчас работаем только в одном направлении, вот мы занялись разработкой, отлично, вот у нас есть проект, там построить, то есть описать предприятие, разместить это, описать его логику, разместить его на, сделать серверную часть, делать мобильную часть, и по сути дела, читая проект, у вас в голове начинает всплывать, да, вот это мы опишем как основную логику, дальше сели псевдокод, пописали, подумали, здесь можно добавить декоратор, здесь можно миксинг, то есть идёт работа, но стоп, прежде чем это всё добавлять, по крайней мере, надо, чтобы внутри была некая опора, что миксинг это вот так, и так я его буду использовать, и то есть, если я иду по улице с женой, и мы идём в магазин, то я как бы описал сейчас её действия, что я описал в виде основной логики класса, отнёс бы я эти действия к интерфейсу или просто к абстрактному классу, она зашла в другой раздел, что-то покупать, мы пошли за чаем, а купили кофе, как бы это я мог реализовать у себя в голове, да, вот что она сейчас применила, декоратор или миксинг, то есть, пока вот так в жизни не будет, толку не будет, для вас всегда будет казаться, что язык нечто стороннее, нет, ребята, вот для этого я и написал эту статью, ну, давайте немножко по ней пробежимся, и здесь я хочу, да, то, что вы сейчас делаете, огромный молодец, Серёжа, я вижу, как вы растёте быстро, да, но вижу, как вас мотает в стороны, это нормально, по крайней мере, сейчас была цель писать, начать писать декораторы, начать писать миксинг, начать писать классы, классы давно, логику, всё, выбрали, пишем, тут вас клонит то влево, то вправо, то есть, по сути дела, логику начали отдавать миксинам, правильно ли это, вот я хочу, чтобы вы почитали эту статью, и всё-таки переделали домашнее задание немножко по-другому, в двух вариантах я дал, а потом посмотрели, а как правильно, поэтому то, что сейчас делают Сергей и другие ребята, огромные молодцы, ведь нельзя же сказать, вот так вот сделаем, и так будет правильно, ребят, так так ничего не научимся, я рад, что сегодня Серёжа, Серёжа, уверенно я же говорю, вот он понял, как эти декораторы бомбит, всё, понесло, молодец, вижу, что понял, он уже оборачивает, у него всё летит из-под рук, для того, для того, сейчас же цель какая, да чтобы он эти декораторы на лету писал, надо написать 20-30 для разных ситуаций, ну, чтобы это писалось, но остаётся точка, в конце концов, мы должны чётко определить местоположение в смысловой цепочке, а где мы поставим декоратор, а где миксин, ребят, я знаю сейчас, что скажут более опытные люди, да иногда можно и миксин, и декоратор, да согласен, и никто не поспорит с вами, вот допустим, как в джанго сделано вход пользователей, то есть, по сути дела, ну давайте откроем код, то есть, вот допустим, там, permission, recreate mixing, да, то есть, здесь конкретно проверяет, имеет ли пользователь именно к этому представлению, да, хотя, с одной стороны, мы могли использовать, как декоратор используется, например, для того, чтобы просто пользователь был авторизован, но, тут, видите, возникает много вещей, но с другой стороны, Сереж, вот, внимательно сейчас, я хочу, чтобы вы посмотрели, вот создание курса, то есть, логика описывается, а миксины в данном случае только приносят какое-то точное действие, каждый свое, сейчас это не важно, сейчас важно понять другое, а другое, вот это, вот сейчас я считаю, что надо, кроме всего прочего, продолжить работу над целью и применением миксинговых декораторов, пока нет уверенного понимания, радует меня, что понимание более глубокое, Сереж, но то, что сейчас бросает вправо-влево, да, это немножко надо подправить, потому что, в принципе, надо просто начать рассуждать о жизни, ну, давайте посмотрим, сначала, вообще возьмем алгоритм, основная логика, абстрактный класс или интерфейс, да, например, мы реализуем блок адрес, как абстрактный класс, или как интерфейс, пока у нас тут, похоже, вопрос подвис, да, вопрос подвис, я раньше, я дальше расписал, специально, все-таки, наконец-то, давайте-ка разберемся, чем отличается абстрактный класс от интерфейса, который тоже является абстрактным классом, так, вот, писал, писал, теперь хочется обратить внимание вот на что, давайте начнем сначала, прежде чем понять разницу, вот теоретически, да, для использования почвы, миксиновых декораторов, надо поставить для них одно условие, для миксина и для декоратора такую вещь, то есть, они не могут существовать без основного кода, то есть, а если мы возьмем, например, сейчас вот этот вот код, то у нас получается, по сути дела, сейчас адрес миксин, то есть логика, она и вбита в сам миксин. Хорошо. Сереж, смотрите, ведь я не говорю сейчас, правильно это или неправильно, сейчас суть вопроса в другом, смотрим код, да, я ведь сразу увидел вот этот вот ошибку, да, то есть, вот центр, центр я очень хорошо понимаю, это то, что вы начинаете собирать ядро, спасибо большое, что не забыли мой совет, и применили метод супер, а вот это, сейчас я отвлекусь немножко для новичков, мы как раз и говорили, быстрое и правильное освоение питона от нуля до разработки, то есть, три этапа, я четко понимаю, что, допустим, когда человек пришел, да, то, 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 на определенном этапе, на определенном, то есть, как только он прошел функции, я ему говорю, проделать уроки, он тут работает с функциями, да, и в том видео я говорил и об ошибках, сейчас я немножко отвлекусь, то есть, все это, смотрите, Сергей проделал, молодец, и другие ребята за ним проделали, а здесь, здесь страниц, да, ну, как я говорил, второй этап от третьего отличается тем, что на втором этапе мы работаем в пределах какой-то функции, да, какого-то класса, то есть, нам понятно, вот в пределах этой функции, вот так работает список, вот так работает строка, и дальше, я вот это не зря сказал, что когда мы начинаем работу с старта ООП, то первое, что я говорю, что, ребята, такие вещи, как init, метод супер, то есть, у вас должны на этом этапе уже их понимание отлетать, отлетать очень четко, то есть, вот здесь я вижу, Сереже, Сереже это было уяснено, и он как раз очень хорошо объяснил, что такое метод супер, то есть, выбор родителя, да, я бы, может, согласился далее, Сергей, если бы я здесь увидел логику, да, пока логики нет, пока я вижу миксинг, да, в центре мы можем, мы можем в данном случае, грубо говоря, дополнить код миксином, миксином, который, в свою очередь, работает с декораторами, ну, все правильно, вопрос, я идею вашу понял, то есть, у вас центр, и дальше вы при помощи миксинов, нечто добавляете, да, допустим, добавление адреса, и так, и так далее, пошло множество наследований, это все, с одной стороны, может быть, сработало, и в принципе, не надо оставлять попытки, работы в этом направлении, мне идея понравилась, но вот что мне, Сережа, не понравилось, то, чего вы сильно избегаете, у вас здесь обычный класс, и сейчас вот сделана глобальная ошибка, а вот сейчас я вам расскажу про жизнь, понимаете, я вижу, вот вы поняли декораторы, поняли миксины, и мы с вами решили, что 40 дней будем работать с этими декораторами миксинами, чтобы они снились, да, подход я понял, и я сказал, я не говорю, правильно, неправильно, да, жизнь покажет, давайте, жизнь покажет, и будем опираться все-таки чуть дальше, будем на Кейта Маги опираться, смотреть, как он делает, да, надо учиться у этих ребят с реального проекта, давайте тогда немножко, я хотел бы, чтобы вы перестали сторониться абстрактных классов, ведь ни один серьезный проект мы не напишем без абстрактных классов, почему? А вот давайте посмотрим ваш код, центр, и здесь посмотрим код, сейчас пока он кастомный, мы это исправим потом, ну, например, страна, город, улица, номер дома, хорошо, вопрос, а если мне это не надо? Хорошо, я, одно предприятие, вот это все можно заполнить, да, Сереж, я не ругаю, это, я понимаю, что это, этому мы еще будем изучать, и, один описывает заправку, второй описывает предприятие, а третий описывает свою комнату, вот понравился ему ваш фреймворк, и думает, напишу я дом, опишу свой дом для друзей, а им надо указать, грубо говоря, только улицу, и номер дома, потому что и город, и страну они знают, а ему бах тут выдает столько всего, и, а я хочу вписать номер заправки, ну, я хочу номер заправки, и, и, допустим, адрес ее, или как там правильно сказать, в государственном реестре, то есть, смотрите, без абстрактного класса никуда, значит, все-таки, вот так подумайте, да, реализация логики в миксине, ну, не совсем подходит, нет, идея классная, да, но, надо еще дорабатывать, я, заметьте, я не ругаю, я не имею права сейчас говорить правильно, это и неправильно, я никому не позволю в школе, вот будет работать, докажет человек, но, все-таки, к чему я буду рекомендовать, это будем опираться на проекты Кейта Маги, ну, потому что он профессионал, потому что он компетентен в любой части джанга, а нам до этого расти, как чайником, грубо говоря, поэтому на него опираться можно, хорошо, давайте туда разбираться, все-таки, я хочу, чтобы вы перестали сторониться абстрактных классов, то есть, вот чего я от вас добиваюсь, добиваюсь я от вас следующего, у нас есть предприятие, которое надо запереть в цифру, отлично, первые действия правильные, которые мы уже с вами разобрали, что надо делать, вы начали определять, что на чем вы будете писать, и, как помните, когда мы начали проектировать проект, то все менялось каждый раз с получением вами новых знаний, а наша с вами задача сейчас, в принципе, добиться основной цели какой, чтобы при проектировании вы четко уже определили, это я буду писать на абстрактном классе, это на интерфейсе, здесь я сделаю миксинг, здесь я делаю декоратор, пока хватит, мы не лезем пока в абстракцию, агрегацию, все это потом, мы не лезем пока в метаклассы, иначе мы запутаемся, мы не будем делать, как делают там люди в интернете, вот так вот у нас абстрактный класс, вот так интерфейс, вот так вот у нас этот метакласс, и все, как вы сами увидели, как коснулось уже четкой логики предприятия, то оказывается тех знаний недостаточно, оказывается у нас куча дыр, и первая куча начинается с того, что не надо обходить абстрактные классы, это важно, нам надо предприятие, и сейчас нам надо понять, вот у нас есть, что я от вас этот месяц хочу добиться, у нас есть четыре вещи, пока, пока, отношений, у нас есть инструменты, мы сейчас позже рассмотрим конкретнее, абстрактный класс, у нас есть, у нас есть интерфейс, у нас есть миксинг, у нас есть декоратор, у нас есть метод супер, я спасибо вам большое, что вы это используете, и не забываете, и всегда используете, надо отлечься, длинное видео, надо отлечься, ребята, вот пришли в школу, начали изучать ООП, познакомились, да, с ООП первыми с классами, и сразу начинаем делать, где эти уроки делись, ООП, да, где я говорю, и вот здесь, допустим, мы разбираемся с методом супер, то здесь я вам рекомендую разобраться с ним очень хорошо, чтобы не получилось так, что вы пишете код, потом смотрите на метод супер, и начинаете думать, а что это вообще обозначает, или а что он тут делает, все, ребят, все, все, атас, не, ну, Саша Ситушкин, в его случае прошло, когда он говорит, есть такой парень, хороший хлопец, вот, сразу пошел, ему понравились графические интерфейсы, и вот он говорит, ну, что я там, я когда делал графические интерфейсы, там, я супер не понимал, но везде применялось, и я применял, и все, но, вот это я, в школе разберитесь, хватает материала, а теперь я вам покажу, некие, фантастические вещи, зачем это знать, в чем смысл, то метода супер, смотрите, ребят, все на самом банально просто, метод супер, это просто указание родителя, кстати, это слова, осадчего, вот, лучшего назначения, я не делал, вот у нас есть, код, раз код, два код, три код, неважно, что делают эти блоки, а вот у нас есть, большая библиотека, в которой есть, всего, один класс, который нам нужен, там их сотни, но нам нужен, вот класс, вот этот, где тут, вот этот класс, M, нам нужен, только он, и он находится в сторонней библиотеке, а у нас вот, вот класс 1, класс 1, вот у нас класс 2, и вот у нас класс 3, и там у нас еще классов 10, при этом, вот этот класс у нас, абстрактный, ну допустим, да, вот этот класс у нас абстрактный, ну а это у нас, пусть будет дочерние классы, но их пусть будет больше, и вот у нас стоит задача, ну я приведу совершенно конкретную задачу, да, просто смысл, чтобы вы поняли, мне надо было в джанго, чтобы было автозаполнение, этих, не, не буду тот рассказывать, давайте придумаем, что-то такое на ходу, вот класс 2, нам надо реализовать задачу, сейчас я отключусь, вот придумаю, и потом скажу вам, чтобы было понятно, а, отлично, придумал, в классе 2, в нашем предприятии, мы записываем некие тексты, а вот здесь у нас вторая огромная библиотека, НТЛК, НТЛК, то есть библиотека работы с текстом, да, и вот здесь нам надо применить, если вот этот класс М нам надо сюда применить, то вот эту библиотеку, один ее класс, пусть это будет класс, метод вообще, метод, один метод с класса, метод G, мы будем применять здесь, в первом случае, в классе 2, данный метод для нас, будет переводить текст, то есть автозаполнять некое поле, а, вот, стоп, будет переводить данные в формат JSON, переводить данные в формат JSON, удобный, то есть, грубо говоря, готовить для передачи в другую программу, формат JSON, а вот здесь будет работать, выполнять с текстом, работать с текстом, пусть будет делать морфологический обзор по абзацам, и складывать в файл, да, и мы знаем, что это делает метод G, а здесь класс М это делает, когда мы указываем метод супер, во-первых, указал вот это вот слово, супер, да, там очень много объяснений, но суть проста, мы говорим, что в данном случае, класс М, мы тебе говорим, что в данном случае мы выбрали родителя, это класс 2, так как в супер мы будем указывать ему, да, что это класс 2, класс 2, мы выбрали родителя, то есть, вот этот метод, который ты умеешь, большая библиотека, применять только в отношении вот этого родителя, больше ни один класс об этом не будет знать, и этот метод начинает применяться, что мы получаем, когда мы понимаем, как работает супер, а грубо говоря, когда нам понадобилась какая-то одна функция, в данном случае, пусть это будет работа с текстом, будет выполнена работа сторонней библиотекой в нашем классе, и только фрагмент, и только этот метод, не будут подключены ни другие методы, не будет ничего затронуто, грубо говоря, выполнено какое-то действие, разобран класс, или там мы что говорили, смысл поняли, но вот эти вещи надо понимать очень досконально, и уметь объяснить, себе в первую очередь, тогда, как я, Сережа, сказал, тогда будет толк, поэтому я благодарен ему, что он не забывает метод супер, я сказал, метод супер не забывать, потому что это наша опора, мы четко всегда контролируем, в отношении чего будет применен код, именно поэтому очень любят метод супер, допустим, графический интерфейс, почему, потому что вот там есть основное окно, допустим, мы на основное окно хотим добавить там, ну, поле, значит, что делаем, поле добавляем на основное окно, а в коде будем писать, супер относится, то есть родитель основное окно, ну, ребят, неужели сложно, я что, что-то сказал сложное, на самом деле, один раз надо вдуматься, ладно, вернемся сейчас к нашему простой вещи, к чему мы шли, сейчас этот месяц мы работаем с миксинами и декораторами, но, опять же, абстрактный класс интерфейс, но теперь давайте открываем, и все-таки я опирался на Сережу, да, и вижу, что вбит класс, но класс, который не является ни абстрактным классом, ни интерфейсом, можно ли так реализовать предприятие? Одно можно, одно можно, можно реализовать простыми классами, допустим, только заправку, только предприятие там по выпуску там велосипедов, или только предприятие там какое-то другое, но одно, но если мы хотим сделать для людей хороший продукт, то нам надо позаботиться об абстракции, ведь хорошо сделать продукт, который взял в вашу библиотеку, человек может описать как заправку, так и какое-то предприятие, согласитесь? Но при этом ему надо тогда инструменты, то есть надо абстракция, и вот здесь наша роль, наша цель как программиста, определить, а что же мы будем использовать, абстрактный класс или интерфейс? Не рассказывайте мне про интернет две строчки, которые переписаны друг у друга, ну, хлопец какой-то там написал, чем отличается интерфейс от абстрактного класса. Да, идея понятна, но я говорю, что я вижу. Когда идет каком-то конкретной речи, то в принципе все, оказывается, не понимаем. А понимать-то нечего. Ну, давайте сначала разберемся. Итак, для нас цель, зачем я это показывал, а вот смотрите, Сергей, когда мы четко для себя поймем роль абстрактного класса, и где мы его будем использовать, роль интерфейса, и где мы будем использовать, то в принципе, тогда получается, что миксинг и декоратор заменяет, а вот здесь надо было бы еще написать просто класс. Ну, это как обычно суперкласс, да, обычный суперкласс, как у Сережи, да. Как у Сережи написано, обычный класс, центр, да, который не имеет абстракции. Так вот, описывая какой-то продукт, мы должны определить, и мы должны научиться это определять быстро. На чем мы напишем? Вот это на классе, или на абстрактном классе логику, или интерфейсе. Я много раз повторяю, вы уж извините, но эти вещи надо, чтобы дошли хорошо. И еще раз повторяю, второй раз эту мысль. Когда мы вот это определили, мы начинаем вспоминать, а что такое миксинг? Зачем он придуман, да? Миксинг не может существовать без класса, то есть он не может существовать без класса, абстрактного класса или интерфейса, иначе это уже не миксинг, да? То есть он, что он делает? Описывает некое точное действие. При этом декоратор, если вы читали все статьи, он меняет поведение. Вот у нас есть чайник с водой, который греется, у нас есть кружка тоже самая, вода с того же крана. Ну вот в одном случае налили чай, в одном кофе. Это декоратор. Ну что ж, давайте тогда, ребят, все-таки я вас замучил, но теперь давайте внимательно соображать в одном направлении. Наша с вами задача в этом видео, и вы как милые, извините меня, я вас попрошу пойти и подумать головой, а не читать в интернете, понаблюдайте за женой, мужем, тетям, с кем никуда не пошли, ваш мозг должен работать так. Пошли с тетей в магазин вот после этой статьи, или с женой. И вы должны идти и соображать, так, поход в магазин, поехали, маршрут, значит, транспорт, отсутствие есть, магазин, то есть, я описываю в виде класса, подошла жена в прилавку, продукт, был определен, нет, это миксинг, декоратор, то есть, тренируйте себя, после этой статьи станет возможным, но вы должны, неважно, правильно или нет, выделять, что вот это вы бы описали при помощи абстрактного класса, тут бы вы добавили миксинг, вот тогда язык для вас, ребята, оживет. Пока, вот этих понятий, которые полностью соответствуют мозгу, ведь для чего, как писался язык, как думает человек, пока эти понятия вы не начнете видеть в жизни, вы не начнете писать код нормально, а будете писать всю хрень, которая написана в интернете, да, отличие миксинг от декоратора, и все. А в жизни все сложнее. Читаем. Основная логика абстрактного класса или интерфейса. Вы сами прочитайте, я сейчас хочу обратить внимание. так, это вы прочитаете, я сейчас скажу, немножко другое хочу рассказать. вот. Возьмем, начнем с абстрактного класса. Ребят, а вы, я вам дал здесь домашнее задание, вы должны придумать. Вот берем джанго. Сначала я делаю такое заявление. Абстрактный класс нам нужен тогда, когда у нас четко понятны все действия. Все действия. Или по крайней мере, одно действие, которое точно не будет изменяться. Потому что сам по себе абстрактный класс требует реализации хотя бы одного метода. Метод это действие, свойство, не важно что. то есть важно, но это какой-то метод. Давайте я сначала объясню более сложно, потом пойдем более простым вещам. Вот смотрите. Открываем. Открываем. Джанго модели. Смотрите. Вот у нас есть абстрактный класс. Работает он, в принципе, примерно одинаковый. Мы четко знаем, что абстрактный класс требует реализации хотя бы одного метода или нескольких. В данном случае абстрактный класс, он написан, если он залезет на труд Джанго, то требует какого, одного или более методов, каких. Это реализации полей. Поля могут быть разные. Это первое свойство. Второе свойство. То есть первое, вы думаете, есть логика. Теперь посмотрим, как это работает в Джанго. Мы взяли, создали абстрактный класс, который имеет в данном случае пользователя, заголовок, дату создания, дату обновления. И указали, что это абстрактный класс. Далее, когда мы делаем какие-то другие модели, то мы, как видите, начинаем наследоваться, если сам абстрактный класс наследовался от нутра Джанго, то здесь уже наши дочерние классы начинаются от нашего класса наследоваться. Мы в них создаем в данном случае разный контент. Один контент добавляет просто текстовой редактор, другой контент загружает поля, третий контент, то есть загружает картинки, третий контент загружает поля, четвертое видео. Но что будет происходить при общей работе абстрактного класса и дочерних классов? То есть при создании полей в базе данных, кроме поля контент, которое добавлено в дочерний класс, будут созданы вот эти четыре поля. Зачем нам в принципе это нужно? Да? С одной стороны можно было бы каждый класс расписать отдельно. Ребят, это в простых проектах. А в более сложных проектах проще создать один класс, забить туда нужные поля, а потом плодить сколь угодно разных вещей. И тогда получается на одной странице, на одной странице, но в разных местах мы начинаем использовать очень крутые вещи. Мы начинаем, тут мы взяли загрузку видео, тут у нас только картинка, на другой странице у нас только там подсчет, понимаете? Но при этом мы работаем в рамках класса, у нас хороший доступ, и мы можем нашими классами вертеть, как хотим. А если потом еще начнем добавлять, ну не буду в это вдаряться сейчас, типы контента библиотеку, то вообще можем делать фантастические вещи. Но нам надо сейчас понять, так какие свойства чисто абстрактного класса. Абстрактный класс требует реализации метода. То есть, когда, зачем мы пишем абстрактный класс? Когда действия нам понятны, и когда мы не хотим, чтобы были какие-то отвлечения от нашего замысла. В данном случае мы четко видим, что есть реализация конкретного метода, который в себе содержит это создание поля. То есть, есть алгоритм по-другому поля от Джанго мы не можем создать, потому что вызовет ошибку. По сути дела название, присваиваем значение класс создания модели, дальше создания поля, и все, что умеет свойства класса, то, что умеет делать класс. Но то есть соблюден четкий алгоритм. Когда мы хотим соблюсти четкий алгоритм, и нам ясны все действия от нуля до конца, то мы можем использовать абстрактный класс. Теперь я вам расскажу про тот же абстрактный класс, вот именно словами это еще хочу рассказать, когда будет читать немножко другим способом. И большинство мужчин именно мыслят мы мужчины, не любим ходить по магазинам, мы мыслим абстрактными классами. Прежде чем перейти к интерфейсу, давайте каждодневная всем знакомая ситуация. Итак, вы собрались ехать на смоленский рынок, я говорю смоленский, потому что он витебский, я его знаю, а у вас будет свой рынок, или своя. Вы решили, что едете дома точно, поеду на рынок, на троллейбусе 7, ну, я не беру сейчас автомобиль, я беру троллейбус, так интереснее. То есть сейчас ваш мозг реализует абстрактный класс, в котором есть что и где купить, маршрут, вид транспорта. Ребят, смотрите, в данном случае у меня нет отступлений. Если я реализую абстрактный класс, то сегодня это будет мясо, маршрут, мой дом, Смоленский рынок, вид транспорта, троллейбус номер 7. Я могу использовать абстрактный класс, повторно. Я могу вместо мяса поставить, если это обычный класс, то у меня навряд ли получится, но если абстрактный класс, то опять я могу вбить велосипед, маршрут, мой дом, магазин, где продаются велосипеды, и уже не троллейбус, а автобус номер 10, либо пешком через дорогу. То есть мне четко известны все составляющие, я четко понимаю, что я хочу сделать. Единственное, что я хочу менять, это все составляющие. В одном случае будет мясо, в втором велосипед, в третьем это будет неважно что. Важно, что я вбиваю методы купить маршрут транспорт. Приостановлю. Главное не забыть. Так, вроде не забыл. Ребят, смотрите, то есть абстрактный класс мы применяем, когда мы точно знаем все составляющие. вот смотрите, единственное, что у нас могут меняться компоненты, вот допустим, поля могут быть разные, но алгоритм выполнения должен придерживаться какого-то стиля. Если мы возьмем, допустим, вот мы, Сережа, вот мы с вами пишем предприятие, например, смотрите, я вам подсказываю идею, но хочу, чтобы вы делали сами. Например, реализация адреса, она должна присутствовать, если она должна присутствовать, то мы можем реализовать как абстрактный класс, то есть реализация должна, и при этом действии непосредственно должно происходить только одно действие, это добавление полей, полей для отражения адреса, а вот выбор полей одно, два, три, пять, добавить, это уже надо делать на усмотрение пользователя, то есть одному надо город, страну, там номер дома, а другому вообще в это поле надо забить номер реестра, потом улицу и что-то, понимаете? То есть само действие добавления адреса для нас понятно, оно нужно, и нельзя, допустим, вместо добавления адреса добавить добавление станков, тогда мы можем смело, указывать работать в пределах абстрактного класса. Сергей, вы меня услышали? И другие ребята. И тогда уже, если мы вот то, что я рассказал, в пределах абстрактного класса, вот возьмем предприятие, которое мы описываем, да, то мы уже можем добавить миксины или декораторы. Но это я должен посмотреть сначала ваш код, потом поговорим. я видел, что вы сделали, а вот вы сами подумайте. А теперь давайте подумаем об интерфейсе. Домашние задания тоже есть. А вот теперь давайте посмотрим, как мыслят наши женщины. Они немножко по-другому мыслят. Женщина вообще мыслит интерфейсами. Почему? Потому что им надо заботиться о семье, они держат в голове, что надо мужу станок купить, а не кучу вещей. И вот тут давайте посмотрим. Понимаете, раньше мы рассмотрели купить что-то, но если женщина пойдет, идет за мясом, ну конечно, бывает, она делает так, когда знает, куда пойти, но в большинстве своем я бы назвал это класс shopping woman, да? То есть, смотрите, наша вторая половина выходит из дома, например, за мясом. Да, поговорили дома, куплю мясо, но у нее в голове более одной вещи. Она держит в голове немножко другое. То есть, пойти за мясом, у нее определено продукт, только продукт, потому что она может купить мясо, а может купить еще станок, а может вообще купить вместо мяса фарш, а вместо вообще фарша курицу. То есть, само действие у нее не определено, у нее определено продукт, Если у нас ранее было определено, едем на седьмом троллейбусе туда-то, то здесь все не так просто. Здесь она выйдет, маршрут пока не работает, пока она начинает прямо на ходу прописывать методы. Ага, перешла дорогу, зашла в магазин там Петруха, посмотрела там курицу, потом позвонила подруга и сказала, что она сейчас на шашлыках, и открыли новый магазин с мясом, а там еще магазин косметики. Вот тут уже вбивается маршрут, хотя ранее она планировала ехать на полский рынок, то теперь она едет в этот магазин, покупает там мясо, покупает продукты. И у нее появляется пункт передвижения, то есть она выбирает там или маршрутку, или автобус, или там пешком. Да? По сути дела, в данном случае это и есть интерфейс. Когда надо проверить только сами методы и порядок. Но реализации, как в данном случае, как вот здесь мы смотрели в Django, да, где четко прописана реализация поля метод и как оно реализуется. То здесь, как вы видите, все на ходу вообще переначалось. То есть, иными словами, у нас есть те же методы, но они вообще ничего не реализуют. Вот это и есть интерфейс. А прописывается реализация методов потом. То есть, еще раз, интерфейс проверяет сами методы, но реализацию, как в абстрактном классе, реализацию метода, маршрут, троллейбус, автобус, да, то есть мясо, троллейбус, 7, либо велосипед, автобус, 10. Интерфейс ничего не знает о том, как это будет реализовано. Интерфейс даже не знает, какие продукты купит. Если в абстрактном классе мы ехали конкретно за мясом, да, там мы могли бы прописать, если нет мяса. А, и тут я вам, давайте вернусь. И тут есть же применение для миксина. Вот, Сереж, обратите внимание, я тут где-то записывал для вас, да, когда вы едете в абстрактном классе за мясом, ну, найдете здесь, да, то жена вам говорит, допустим, покупать в третьем, пятнадцатом, двадцать первом ларке или там ролете, в других не покупать. Дорого там или мясо там, ну, не того качества. То есть вот это работает уже миксинг. Тринадцатый, пятнадцатый ролет, все. Это миксинг. Если вы приехали, мясо вас не устраивает, но вы купили вместо мяса хотя бы картошку. Это уже работа декоратора. То есть тот же автобус, тот же рынок, но продукт, поведение изменилось. Купили вместо мяса, поехали, ну, не было того, что нам устраивал. Купили вообще картошку, чтобы пустым не ехать. Это уже работа декоратора, да, то есть изменилось поведение. То в интерфейсе, как мы видим, нет четкой реализации метода. Проверяется только сам наличие самого метода и порядок. А порядок где может проверяться? Ну, например, женщина пошла в парикмахерскую. То есть сначала надо помыть голову, потом покрасить. Да никак не наоборот. Сначала там покрасить, потом давай мыть. Правильно? Порядок важен. Поняли? Прочитаете. То есть отличие интерфейса от абстрактного класса. И теперь, Сереж, вот мы с вами описываем предприятие. Если, допустим, добавление адреса, да, то тут 100% у нас идет 100. Абсолютно абстрактный класс. Но давайте мы посмотрим на предприятие по-другому. Мы описываем цех. Вот он, цех. Здесь у нас в цехе может быть все что угодно. То есть в цехе у нас могут быть станки. Нет, давайте так. Лакокрасочный цех. Во-первых, лакокрасочный цех. То есть у нас здесь есть краска, у нас здесь есть спецодежда, у нас здесь есть ванны для краски или что там, неважно. У нас здесь есть в цехе, например, надо что-то записать, канцтовары. Канцтовары. У нас здесь есть, ну, например, понятно, персонал. Здесь будет все это красить кто-то. У нас здесь есть... Вот, все. И вот смотрите. Хорошо. Когда мы реализовываем цех, то что для нас важно? Первично для нас важно проверить, что это лакокрасочный цех и что в состав вот этого помещения, в помещении в этом, да, входят компоненты. Поэтому это и лакокрасочный цех. Но при этом, если мы заметим, то краска, спецодежда, ванны, канцтовары, персонал относятся совершенно к разным категориям. Просто мы комплектуем, что цехом мы называем то, где лакокрасочным, где есть ванна для краски, сама краска. Я персонал, парень, девушка в спецодежде, и он там нечто пишет в журнале, либо на компьютер, канцтовары. Но я взял так. Вот тут мы реализуем. Конечно, нам надо реализовывать как? Как интерфейс. По сути дела мы проверяем. А уже потом, потом, начинаем уже реализовывать. Там 5 литров краски свойства, серое, красное, зеленое, и пишем методы, как это все делается. Поняли разницу? То есть, по сути дела, вот как этого фильма, Ваза Мазыр, да? Не помню название. Учет, да, был? Забыл фильм. Ну, вы все поняли. Роман там на работе. Ой, ладно. Не буду сейчас отвлекаться. Вот в данном случае, грубо говоря, мы реализуем как интерфейс. Это важно. Это используется везде. И без интерфейсов, на самом деле, вообще невозможно жить. А давайте подумаем, почему люди, когда нам надо интерфейс, а когда мы не знаем. Ведь мы совершенно не знаем, что приехала машина, да, сколько литров краски надо на сегодня, сколько на завтра, сколько спецодежды. То есть, начинаются вводные. Но здесь в цехе не очень это понятно. Но если мы возьмем, я сейчас не буду разрисовывать, шахматную доску. Если мы попытаемся игру в шахматы, я не разрисовывал. Просто нам надо сейчас доска и сама фигура. Ну, пусть это будет такая фигура. Да, пешка у нас. То есть, если мы пытались бы, учитывая, что шахматная доска, она размечена, что имеет определенное количество фигур, реализовать как какой-то методы, то мы бы заколебались. Потому что описать все ходы очень сложно. Но легко упрощается задача, когда мы доску, то есть ее клетки, описываем как интерфейс. И фигуры, описываем как интерфейс. И далее все это сводим уже в другом классе. То есть, первый класс интерфейс проверяет доску. И имеет только знание, что есть доска, и есть А1, Б2 и так далее. Есть доска, да? Класс фигуры, он тоже является интерфейсом. И проверяет только фигура, это пешка, это фигура слон. Но ничего не знает, как ходит фигура. А доска ничего не знает о фигурах. Но когда мы проверили наличие этих вещей в... Сложновато у меня получается объяснить, но ладно, хотя бы общий смысл. То есть, вот это мы пишем как интерфейсы. А уже в следующем абстрактном классе, который сводит вместе и фигуры, и доску. Мы легко можем описать, как ходит фигура. И еще создать один класс, что происходит, когда встречаются фигуры. Тогда становится все на свои места. Тогда нам легко описать любую сложную вещь. Или мы описываем подачу тока. Например, у нас есть... Это другой момент. Вот есть у нас один кабель, выход, второй выход, там третий выход. Да, они совершенно разные. Но, когда мы описываем, например, это очень используется в описании. Нам достаточно интерфейса. То есть, нам надо проверить, что есть кабеля 1, 2, 3. Они имеют определенный порядок. И по названиям. Там PS1, PS2, PS3. Все. А сама подача тока будет идти уже описана отдельно. Но что для нас важно в этой программе? Для нас важно, чтобы никак мы не могли перепутать PS1 с PS2. Правильно? То есть, по сути дела, абстрактный класс... То есть, интерфейс нам проверит, что кабеля 1, 2, 3 подсоединены. Есть куда подсоединены, что они подсоединены. Больше делу интерфейса никакого нет. Сколько, когда пойдет ток, это уже дело других методов. Вот еще с такой стороны. Иными словами, получается следующая картина. Что интерфейс это тот же абстрактный класс. Но он не имеет конкретной реализации в методах. Он проверяет только наличие и порядок. Это очень хорошо используется в играх. Ведь в играх компьютерных. Ведь там человек может бегать или там что-то ездить, прыгать. То есть, по сути дела, если есть игра, у нас есть там человек, танк. Да? Там местность. То есть, проверили. А дальше пошли действия. Что происходит? Вот интерфейс проверяет наличие. А уже дальше пошла развиваться ситуация. Ну, рассказал, пока хватит. Уже, по крайней мере, у нас немножко должно быть другое понимание разницы между абстрактным классом и интерфейсом. А сейчас, Серёж, я вас попрошу, вот код, который вы написали, всё-таки переписать и подумать. То есть, сейчас поставить вопрос. Вот вы написали адрес. А как я его напишу? А я хочу, чтобы вы написали адрес и как интерфейс, и как абстрактный класс. Но реализовали это в логике. Поставили себе вопрос. Тогда становятся на места предназначения миксина и декоратора. Очень хорошо. Да? И тогда дописали миксин и декоратор. Придумайте, да, там. Но я вас попрошу написать и абстрактный класс, то есть один код использования миксин и декоратора. И интерфейс, используя миксин и декоратор. И когда вы опишите какой-то конкретный объект, в данном случае пусть это будет адрес, а может быть вам будет удобнее что-то написать. Но вы опишите и как абстрактный класс, и как интерфейс. То в данном случае, в данном случае вы чётко увидите, опираясь вот на вот эту теорию, да, которую я вам рассказал, вы чётко увидите, а что здесь надо? Или абстрактный класс, или интерфейс. То есть вы постоянно должны ставить вопрос. В данной ситуации адрес, да, мне должны быть известны чётко реализация методов от и до. Что там будет меняться? Что я буду использовать? Мы раньше об этом говорили. Или абстрактный класс, или интерфейс. Даже если вам будет понятно, всё равно вы пишите и абстрактный класс, и интерфейс. А потом уже цепляете и миксины, и декораторы. Потому что, вспоминаем, миксин не может существовать без класса. Нет, у вас всё логически здесь, Серёж. Я же говорю, я не спорю. Подход мне ваш понравился. Да, вообще собрать всё по типу пандос в виде миксинов. Но возможности все мы не реализовали. Я вижу, что вы очень сильно избегаете абстрактных классов и интерфейсов. А как, вот я из моего рассказа, судя, вы увидели, что, ну, нельзя ничего серьёзное реализовать, просто используя классы, да, и множественное наследование. Иначе у нас, мы упрёмся в кастомность. Значит, всё-таки абстракция нам нужна. А потом же мы пойдём дальше изучать более серьёзные вещи, да, это виды абстракции, да, абстракция, агрегация и так далее. Агрегация, композиция, ну, сейчас мы это не трогаем. Но для того, чтобы и дальше изучать сейчас, по крайней мере, надо расставить в голове. И я вас попрошу, Сергей и другие ребята, вот сейчас идёте в магазин, ну, встаньте, понаблюдайте хоть за человеком, за любым. Или сами идёте. И постарайтесь свои действия как-то классифицировать. То есть, разбить своё действие на части. Например, вот то же самое, как я вам рассказывал. Поход, там, в магазин за велосипедом. То есть, продукт, маршрут и так далее. Дальше добавляем декоратор. Купили велосипед и купили... К велосипеду, а велосипед без щитков, да, горные продаются. А добавили щитки, да. То есть, это уже работа миксина. То есть, в данный велосипед добавить, докупить щитки. Ну, в общем, почитайте статью, смысл вы поняли. Сейчас, уже в двадцатый раз, ещё раз проговорю. Мы сейчас с вами добиваемся одной простой вещи. У нас есть задача. Я понимаю, что мы делаем задачу, то есть, реализуем предприятие, которое будет работать с логикой на северной, серверной и мобильной части. Но первый пункт, который мы с вами уперлись, задача разработчика, это понять по техническому заданию, что как реализовать. Но потом мы уперлись в следующую вещь, что, оказывается, реализации может быть очень много. Это я уже подвожу итог. Поэтому здесь, конечно, дальше в практике мы будем равняться на профессионалов, как они используют абстрактные классы, как они используют миксины и декораторы. То есть, на готовые проекты. Вы этим уже пользуетесь. Я знаю, что я вам говорил, Джанго, Пандас. Мы уже начали с этим работать, то есть, опираться на проекты. Это я считаю правильным. Но мы с себя не снимаем, что задача программиста – это определить стиль решения, задачи. То есть, что я реализую как интерфейс, что я как абстрактный класс, где я добавлю декоратор. То есть, мне надо изменить поведение, я добавлю декоратор, где привнести точное действие, докупить щитки, я добавлю миксин. По крайней мере, с этим вопросом не должно быть и в мышлении любой задачи, и с кодом. Здесь я вижу нам еще целое поле для работы. То есть, вот именно так вот кропотливо, ребята, я и вижу обучение разработки. А не так, две строчки. Отличие абстрактного класса от интерфейса так, а потом начинаем писать, и все. Одно дело взять, изучить Джанго, ну и там вбил методы. Тут ума-то много не надо, все просто. А другое дело понять, как и почему это работает. Но ведь вот эти знания, которые мы сейчас изучаем, ведь они же полностью потом будут влиять на такие проекты, как разработка веб, разработка мобильная. Но это будут уже тогда совершенно крутые вещи. Потому что вы будете понимать подноготную, то есть, как это работает от и до. И будете действительно соображать. Но сначала я попрошу увидеть это в жизни, да, чтобы язык для вас не был чем-то чужеродным. Это всегда работает, как наш мозг. Ну, все, заканчиваю, все поймете, да. На что хотел обратить внимание, обратил, а новичкам, как сказал, в конце статьи начинайте с этих двух сайтов. Потом пошли дальше. Все, спасибо, все получится. Спасибо.